Перед каждым погружением Светлана Родченко проверяет свое снаряжение. Кислорода, чтобы дышать под водой, хватит ей на час. За это время она успеет очистить свой участок водоема. Дайвером женщина работает год, поэтому глубокое озеро, говорит ей уже знакомо. Плюс на вас еще будет 50. Температура озера ближе к берегу сегодня составила 14 градусов, но, как признались аквалангисты, для них это не проблема, ведь работать им придется на глубине, где вода в три раза холоднее. Всего же на дно глубокого озера сегодня спустились 15 подготовленных дайверов. Требования специальные погружения, поэтому мы обязаны быть в паре, а дно, прилегающее дно к озеру, к берегу вернее. К уборке присоединились молодежные организации города. 250 волонтеров обошли прибрежную зону. Для мотивации участников организаторы дарили призы самым активным ребятам. По словам казанцев, такому количеству мусора они и были удивлены. Мусор в основном в местах проведения пятников и летнего отдыха. В основном это небольшие крышки, бутылки, может быть, какие-то целлофановые пакеты. Скажите, много мусора получается в водоеме? Неожиданно, да. Самое страшное, что он еще с водой, поэтому тяжелый. Насколько загрязнен водоем, сегодня определили и экологи. Они взяли пробы воды и в специальной выездной лаборатории узнали показания кислорода, водорода и наличия аммиака. Мы ее замерили. Там содержание аммония меньше двух сотых, что не превышает ПДК. Ну, возможно, есть где-то хоз бытовой сброс. Обычно его на аммонии слизиста быта. То есть сбросов нет? Да, сбросов нет. Сегодня с профессиональными дайверами на дно глубокого погрузились и слабослышащие волонтеры. Участники проекта расширяя границы. Помимо организованных групп, пришли просто люди, которые узнали, что сегодня мероприятие будет. Это хорошо. Это говорит о том, что, в принципе, люди любят свой город. И если создавать им возможность участия в таких мероприятиях, они с радостью в них участвуют. Несмотря на то, что глубокое озеро очищают 12-й год подряд, мусора меньше не становится. Сегодня общими усилиями удалось собрать около тонны бытовых отходов, треть которой подняли со дна водоема. На этом работа дайверов не завершится. К пляжному сезону они подготовят озеро Комсомольска в Дербышках, также очистят водоемы Изумрудное и Лесное. А в конце августа проведут экологическую акцию на Голубом озере. Александра Волкова, Рустам Залилеев, телеканал «Эфир». Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».